В Польше напали на пункт прививок против коронавируса. В ДТП с микроавтобусом в Польше пострадали 7 граждан Украины. Беззвучная дискотека на улице Русской во Вроцлаве. Белорусский свободный хор выступил во Вроцлаве. Польша выдала украинцам на треть больше виз, чем в прошлом году. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Нестерович Екатерина и это новости INPOLAND. Мы начинаем! Хочешь законно остаться в Польше и получить карту побета? Команда INPOLAND поможет сделать тебе все документы для легализации. Звони по номеру, написанному на экране. 7 граждан Украины и 2 гражданина Польши пострадали в результате столкновения с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Польше. Авария произошла вблизи города Родомска 24 июля. По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочившая на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле. Всем участникам ДТП потребовалась госпитализация. Один из семи граждан Украины умер в больнице. Двоих из пострадавших уже выписали из больницы. Сообщается, что пострадавшие украинцы получают консульскую помощь и ситуация на контроле посольства Генерального консульства Украины в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины. Представители антивакционного движения напали на пункт прививок. Инцидент произошел в воскресенье, 25 июля. В пункт вакцинации против COVID-19 в Годиск-Мазовецком пыталась войти группа агрессивно действующих людей. Участники говорили об ограничении свободы и проведении медицинских экспериментов. Видеозаписи инцидента были опубликованы в социальных сетях. На них видно, как группа людей пытается войти в пункт вакцинации и разговаривает с сотрудниками пункта, пункта, который блокирует вход. Раздаются вульгарные возгласы, в какой-то момент происходит драка. Часть собравшихся была одета в жилеты с надписью «Польские желтые жилеты», ссылаясь на социальное движение желтых жилетов, которое возникло во Франции во время протестов против повышения налогов в 2018 году. Полиция задержала двоих человек за угрозы и нарушение неприкосновенности правоохранителей. После этого протестующие направились в сторону отделения полиции. Инцидент прокомментировал министр здравоохранения Адам Недельский. «Рот полный ненормативной лексики и кулаки против другого человека. Так выглядит сегодня антивакционное движение. Здесь не с кем спорить. Это нужно пресекать. Спасибо полиции за вмешательство», написал он в социальных сетях. Польша начала интенсивно выдавать визы украинцам. По итогам первого полугодия текущего года государство выдало виз на 35% больше, чем обычно. Указывается, что в целом это связано с желанием Польши увеличить уровень трудовой миграции украинцев. Известно, что активнее всего визы в Польшу получали жители Львовской области. Там Генеральное консульство Польши выдало 152 тысяч виз. Ранее в Национальном банке Польши провели исследование, которое показало, что среди трудовых мигрантов, работающих в Польше, больше всего денежных переводов было осуществлено в Украину. Так, в январе-марте украинские трудовые мигранты перевели на родину более 4 млрд злотых. Доля от всех перечисленных средств составляет 87%. Вольный хор является одним из уникальных культурных феноменов, связанных с протестами в Беларуси. Его легенда продолжается, несмотря на аресты и очень неблагоприятные условия. Вольный хор дал новую жизнь забытым историческим гимнам беларусов – погоня, военный марш, всемогущий бог. Эти песни пробуждают в людях чувство достоинства и апеллируют к лучшим патриотическим традициям. Хор действует в тесной конспирации и находится в постоянной опасности. До сих пор 30 членов хора прошли через тюрьмы и пытки. За свою деятельность они получили приговоры и высокие штрафы. Сегодня вольный хор запрещен в родной Беларуси, а белорусские песни признаны экстремистскими. Однако, вопреки всему, продолжает давать пример борьбы за свои права, свободу и демократию. Белорусский вольный хор свой первый концерт в Европе и Польше сыграл в Познане. В эти выходные, 24 и 25 июля, хор имел два выступления во Вроцлаве. Концерт был организован Ассоциацией «Белорусский союз солидарности» в сотрудничестве с городским управлением Вроцлава, Вроцлавским центром социального развития и монастырем доминиканцев. И по души своей не лечим, от гасдотных годот и скрызот самым простым и самым вечным, что пронес прозвелький народ. И о Киев шерохи не сходил я, клича полонская си нажать, а коли не спевать, а в Радиме ты к того, что могу спевать. Двор на улице Русской провел необычное мероприятие субботним вечером. Под цветными неонными огнями танцевало множество людей, но между стенами совсем не гремела музыка. Это традиция сайлент диска. У каждого участника есть набор собственных наушников, и они могут решить, какую музыку они хотят слушать и танцевать. Сайлент диска – это форма, которая организована на целом свете, так на правде. Прошла до полки, myślę, что нащие лет тому, на разных festивалах. Полега это на том, что мы три канала, слушавки в трех разных цветах. И в зависимости от того, какой канал выберем, то диджей играет другую музыку, поэтому мы можем в тем самым часом бавить себя до иной музыки с нашими знакомыми. Бавимы себя под голым небом, под неонами, что, я думаю, что это приемное. Помысл на то станет, чтобы люди себя добровели, прежде всего, для доброй забавы. Во время мероприятия можно было выбрать три музыкальных направления – хип-хоп, бас и хаус электро. Вход был бесплатным, однако за аренду наушников нужно было заплатить. Участники веселья признавались, что им не хватало таких событий. А теперь к другим новостям. Дирижабль Гутьер с июня летает над Европой. Один из крупнейших цепелинов в мире используется для освещения масштабных событий. Дирижабль Гутьер в конце июля прилетит во Вроцлав по дороге из Праги в Копенгаген. Остановится в окрестностях города на несколько дней с 31 июля по 2 августа. Пограничники выявили более 100 случаев незаконного трудоустройства граждан Украины. Польский работодатель незаконно доверил выполнение работ 105 гражданам Украины. 47 из них работали без надлежащего разрешения на работу. Кроме того, он не сообщил в Управление труда о начале работы 66 иностранцев. Предприниматель может быть оштрафован до 30 тысяч злотых за незаконное поручение работы иностранцам. Дело передано в суд. Любые разговоры о выходе Польши из Евросоюза лишены всяких оснований смысла. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеус Моровевский. «Нет никакого риска, никаких такого рода намерений. Это лишь своеобразная политическая эмоция, которую наши противники, наши оппоненты из оппозиции пытаются зацепить», заявил Моровевский. Выпуск наших новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых последних событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Субтитры подогнал «Симон»